В Казахстане, так и во многих тюрканских странах, отмечают один из главных и долгожданных праздников Нау-Рейс, который символизирует приход весны. Интересно, что в этом году его будут отмечать и 10 дней. По замыслу властей, продолжительное празднование сплодит общество и укрепит национальную идентичности. В праздничную суету окунулась наша съемочная группа. Праздничный караван в честь Нау-Рейса с казахскими батырами, беркучами, с юртами на колесах, верблюдами прошел под центральным улицам Алма-Аты. А на главной площади состоялся грандиозный концерт. Именно из Алма-Аты, клыбели независимости Казахстана, президент страны поздравил всех казахстанцев с главным праздником. Нау-Рос ярко воплощает наши благие устремления. Для достижения реального прогресса в своем развитии мы должны, не предавая забвению наше славное прошлое, и тем более не обижаясь на него, уверенно смотреть только вперед, вместе строить наше лучшее будущее. Убежден, что созидательный труд всех наших соотечественников, новаторство молодежи, вознесут Казахстан к новым высотам. А тем временем в Астане народные гуляния проходят на более чем 30 площадках. Основные мероприятия и фестиваль кочевых цивилизаций в деловом центре левобережья столицы. Здесь установлены с десяток юрт. Каждая посвящена одной из казахских традиций. К примеру, в этой проходит обряд очищения. Наши мастерицы приготовили свечи для очищения наших гостей, чтобы они взяли в дом и смогли осветить дом. Особенно на Урыс это очень актуально. А также очищающие травы, салтая. Сегодня мы угощаем каждого. А на площади идут состязания, интерактивы со зрителями с полным погружением в народные ритуалы. Ритуал шашу. Все будут дадут людям клубки, цветы. Люди будут обкидываться, тем самым обменить свои энергии. Ритуал салмалык. Дадутся ткани в руки людям. Вот толпа, например, разные. И в виде ручейка эти ткани, как ковер, пойдут играть. По традиции заработала ярмарка Науры с базары. Для участия в ней специально приехали порядка 50 ремесленников из разных регионов Казахстана и 8 тюркоязычных стран. Я с собой привезла известные ковры Азербайджана. Это карабахский ковер. Перед вами Годжа. Наши рукодельницы, мастерицы. Все это делают вручную. Это очень сложная работа. Но мы, азербайджанцы, славимся, конечно же, коврат качеством. Это для нас святое. Мы привезли вот такие паутиночки, палантины разных расцветок, размеры разные. У нас еще носочки, варежки есть. Все изделия из козьего пуха. Они теплые, лечебные. Свои изделия представили не только ювелиры, мастера гончарных дел, специалисты по камню, чеканке, дизайнеры одежды, но и фермеры, которые привезли более 200 тонн продукции. Кроме этого, здесь на улице представлено гастрофестиваль, где рестораны восточной кухни удивляют свои кухни и угощают жителей и гостей столицы своим простым пловом, науруск и другими. На массовые гуляния казахстанцы приходят с семьями, друзьями и щедро делятся весенним настроением. Наурус, в первую очередь, это связано с природой, с возрождением природы, с культурным обогащением, я так сказал. Почему? Потому что наурус – это олицетворение добра, помощи. Пусть все семьи будут здоровыми и крепкими. Всем желаю богатства и достатка. Пусть в каждом доме будет щедрый дастархан и много радостных событий. В этом году впервые наурус отмечается в течение 10 дней. Декада получила название «Наурыс-Нама». Каждый ее день наполнен определенным смыслом. К примеру, сегодня – День солидарности. А с 14 марта начали отмечать День созидания, культуры, семейных ценностей, национальных видов спорта. Но особым очарованием и красотой был наполнен День национальной одежды. Казахстанцы старались облачиться в чапаные тюбетейки, а театры демонстрировали зрителям все разнообразие и богатство культуры и традиционного костюма. Прошли фэшн-фестивали на разных площадках. Своей коллекцией выставили и начинающие дизайнеры, которые вдохнули новую жизнь и энергию в наследие предков. Эту одежду я шила сама за три дня, а над своей коллекцией работала один-два месяца. В платьях в основном использовала шелк. Получились такие стилизованные казахские наряды, похожие на платья принцесс. Это очень хорошее начало, очень радует, что мы можем сейчас с удовольствием носить наши национальные костюмы, показывать всему миру, что у нас такое богатые костюмы, богатая история. Завершится праздничная декада 23 марта, в День очищения. По всей стране пройдут в это время экологические акции. Всего в течение Наур-Снама запланировано порядка 10 тысяч мероприятий. Сайта Жаркинова, Талап Жакупов, Серетьян, Казахстан.